Эта церемония в подмосковном селе Дединова планировалась куда более масштабной. Однако из-за эпидемии коронавируса пришлось пойти на некоторые ограничения. Узкий круг приглашенных и обязательное ношение масок. Но даже строгие правила ничуть не сказались на значимости события. Каждый житель нашего округа не понаслышке знает, какую роль сыграл Петр I в истории нашей малой родины, в истории села Дединова. В этих местах Петр I побывал дважды впервые в 1625 году во время похода на крепость Азов. Тогда непогода заставила все 200 кораблей Петровского флота стоять в селе и ждать два дня, пока ветра не утихнут. Второй раз император приезжал сюда спустя 27 лет, уже во время Каспийского похода. И об этом событии до наших дней сохранились архивные документы. По нашей просьбе коллеги архивисты из Российского государственного архива древних актов нашли и сделали копии двух документов, которые говорят о том, что в 1722 году Петр I здесь был. В 2022 году в нашей стране будут широко отмечать 350-летие со дня рождения первого российского императора. Соответствующий указ ранее подписал президент Владимир Путин. Торжества пройдут не только в Санкт-Петербурге, но и в других регионах. Многие из проектов уже начали притворяться в жизнь. Один из них как раз открытие памятного знака в Дединове. Большой обелиск из черного мрамора. На нем высечено изображение царя-плотника, создателя флота российского и памятная надпись. Петр I оставил здесь несколько реликвий, которые долго хранились. Мы будем делать все, чтобы... Ну, наверное, серебряный ковш мы не найдем, скорее всего, а вот топор будем искать. Сегодня Дединово становится таким, я бы сказал, уже, наверное, федеральным историческим местом. Потому что именно вот на этом месте происходили события, исторические события, которые, в общем-то, и привели к тому, что наша страна стала великой Россией. Именно Петр I создал в России регулярный флот. Но зародилось корабельное дело еще при его отце, Алексея Михайловича. По указу царя, чуть более 350 лет назад в этих местах приступили к строительству 22-х пушечного фрегата. Место для строительства выбрали не случайно. Там, где сегодня памятный знак и Троицкий храм, когда-то была старейшая судоверфь. Дединово славилось отечественными корабелами и плотниками, а руководить работами пригласили голландских мастеров. Ну, это действительно исторические места. Но мне довелось вот немножко воспроизвести того, что делали раньше. Вот эти челны, долбленки, лодки, плоскодонки. Ну, и многое того, что мне показывали. Вот это надо сделать. А когда ты имеешь небольшое представление о том, как это делать, то это получается. Первый отечественный корабль «Орел», построенный по европейским технологиям, имел весьма интересную особенность. Судно морского класса способно было пройти и по речному мелководью, преодолеть путь по Оке и дальше по Волге, вплоть до Астрахани. Все благодаря тому, что осадка у морского корабля была всего полтора метра. Построенный в рекордно короткие сроки, корабль должен был сопровождать торговые суда в Персию, пересекая Каспий. Впрочем, первое плавание стало и последним. Корабль оказался там, где разгорелось восстание с теньки Разина и был брошен. В сознании людей, в сознании местных жителей, в сознании тех, кто живет рядом, укоренено вот это чувство истории. И юбилеи, в частности, юбилеи Петра Первого и 350-летия Российского государственного судостроения, которые отмечались совсем недавно, они помогают людям чувствовать ответственность, что ли, за свою землю. Потому что люди понимают, что до них здесь творилась история. Помимо памятника к юбилейному году, в селе планируют благоустроить территорию. В Дединове собираются открыть туристическую зону с кафе и гостиницами, а самое главное – с новой набережной и причалом. Кроме того, полным ходом идет реставрация Троицкого храма, построенного еще при Петре Первом. Служба информации Фонда Истории Отечества.